Друзья, привет! Я решил записать ролик про создателя фашизма, диктатора Бенита Муссолини, а потом погрузился в материал и понял, что придется делать целую серию роликов, иначе получится слишком уж скомканный рассказ. Роликов будет три. Первый про молодость Муссолини, про его личность и про то, как он шел к власти. Это сама по себе интересная и поучительная история. Второй ролик, собственно, про режим Муссолини, про итальянский фашизм, про все его злодеяния, глупости и так далее. И третий ролик про то, как Италия участвовала во Второй мировой войне, как пал режим Муссолини и как диктатор закончил свои дни, вися вверх тормашками на бензоколонке. Итак, первый разговор о том, как Муссолини шел к власти. Для начала немного контекста. Это важно для понимания. К 1883 году, когда Бенита Амелькара Андрея Муссолини родился на свет, Италия всего 13 лет, как была полноценным, единым государством. Всю середину XIX века в ней шла гражданская война. Сначала за независимость от Австрии, а затем за объединение королевств и герцогств под властью одного короля, которым стал Виктор Эммануил II. Это была эпоха героев, которых и по сей день чтут в Италии Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Мадзини и граф Ди Кавур. Когда Муссолини был мальчишкой, эхо этих событий еще не утихло. Граждане молодого итальянского государства очень ревниво относились к успехам европейских соседей, которые раньше успели сформировать эти самые национальные государства и обзавелись сопутствующими бонусами – развитой промышленностью, развитой экономикой, а самое главное – колониями, доходы от которых пополняли национальные бюджеты. Италия же считалась бедной и недоразвитой в экономическом плане страной, в основном сельскохозяйственной. Итальянские мигранты уезжали на работу в другие европейские страны, как сегодня туда ездят из Молдовы, Белоруссии, Украины или России. При этом итальянцы совершенно справедливо считали себя носителями великой культуры и потомками древних римлян, которые в свое время завоевали почти весь известный им мир. Таков исторический контекст. Бенито Муссолини родился в деревне Придапио, точнее близ нее в регионе Эмилия Романья. Отец его интересовался политикой, был социалистом, и даже имя своему первенцу он составил из имен политиков, которыми восхищался Бенито в честь мексиканского президента Бенито Хуареза, Амелькара в честь общественного деятеля Амелькары Чаприани и Андреа в честь социалиста Андреа Косты. Мальчик рос, с одной стороны, дрочливым, изодиристым, с другой стороны, он много читал, особенно по римской истории, географии, философии. Как и многие итальянцы, он восхищался эпическими героями древнеримской истории, Цезарем, например, или Августом, и, конечно, сокрушался, что его некогда великая родина сегодня, по сути, прозябает на задворках Европы. О детстве Муссолини мы многое знаем из воспоминаний его будущей любовницы Клареты Питачи. Муссолини рассказывал ей, а она потом вспоминала об этом. А Дуччи, конечно, рассказывал ей не обо всем. Например, умолчал, что уже со школьного возраста посещал бордель. Вообще, он с юных лет очень ценил женское общество. И о женщинах Муссолини мы еще обязательно поговорим. Среди них есть очень интересные персонажи. Но пока лишь отмечу, что образ жизни он всю жизнь вел довольно раскрепощенный, а, как сказали бы в те времена, распущенный. Муссолини с юностью увлекался политикой и уже в молодом возрасте начал писать заметки в социалистические газеты. Его публикации быстро стали популярны. Вскоре социалисты избрали его председателем местной группы. В 18 лет он получил должность учителя и смог на своей визитной карточке написать «профессор». В 1902 году уехал в Швейцарию. Он сделал это, чтобы не служить в армии. Так тогда поступали довольно многие молодые люди в Италии. В Швейцарии его арестовывали за бродяжничество, выдворяли, он возвращался. Жил он довольно бедно, сотрудничал при этом с социалистическими газетами, вращался в этих кругах и постепенно становился все более радикальным, переходя от социализма к коммунизму. Теоретически в это время в Швейцарии Муссолини мог встречаться с Лениным. И иногда об этом даже пишут, но все же достоверно такого факта не зафиксировано. Зато известно, что он близко сошелся с русской социалисткой Анжеликой Балабановой. Она помогала ему осваивать немецкий язык, французский язык. Муссолини вообще гордился тем, что был полиглотом. Помогала осваивать теорию политических учений. Он переводил речи бунтовщика Кропоткина с французского на итальянский. И все больше увлекался идеями насилия и силы, как главных движущих вещей в политике. По его собственным словам, большое влияние на него оказал экономист Вильфредо Паретто, с которым они познакомились лично. Это тот самый Паретто, который известен многим по принципу Паретто 20 на 80. Муссолини утверждал, что усвоил от него, от Паретто две основные идеи. То, что власть всегда надо брать силой, и то, что власть всегда берет меньшинство. Еще одним автором, который оказал на него влияние, был, конечно, Фридрих Ницше. Муссолини горел идеей сверхчеловека, считая, что он способен разбудить сверхчеловека в себе самом. И за ним могут последовать другие, в первую очередь, другие итальянцы. Ну а пока Муссолини открывал в себе сверхчеловека, Италия официально признала его дезертиром. Но потом объявили амнистию, и он вернулся на родину, на этот раз пожелав служить в армии. Он попал в полк берсальеров, это такие элитные пехотные части, и, в общем-то, полюбил солдатскую жизнь. Впрочем, служил он недолго, демобилизовался уже в 1906 году, после чего устроился работать учителем в школу, и, естественно, продолжил заниматься политической деятельностью. Он сошелся с поэтами-футуристами и полюбил их за напористость, революционность, за упоение силой. Поэт Томмазо Маринетти, с которым Муссолини сошелся довольно близко, издал такой манифест футуризма, в котором, среди прочего, писал «Да здравствует война, только она может очистить мир», или «Вдребезги разнесем музеи и библиотеки». О схожем, как мы знаем, тогда говорили на другом конце Европы и русские футуристы. Муссолини регулярно выступает на митингах протеста, оттачивая свое ораторское мастерство. Он любил выступать. К речам он добавляет язык тела, принимает всякие причудливые позы, всякие вызывающие позы. Этим возбуждают у толпы сильные эмоции. В будущем это станет его фирменным стилем. Сегодня это нам кажется немного комичным, но тогда завораживало аудиторию. К нему приклеивается прозвище «маленький Дуччо», «пикколо Дуччо». «Дуччо» по-итальянски означает «лидер», «вождь». Муссолини регулярно арестовывают, потом отпускают. Он пишет десятки статей, эссе, заметок и даже публикует главы из антиклирикального любовного романа «Клаудия Протичелла. Любовница кардинала». В этот же период он женится на женщине, с которой проживет всю жизнь, Ракеле Гуиде. У них родится пятеро детей. Однако верным мужем Муссолини не стал. Муссолини делает журналистскую и политическую карьеру, поднимаясь все выше в иерархии итальянских социалистов. И в 1912 году он становится редактором газеты «Аванти» вперед. А своим заместителем делает ту самую русскую социалистку Анжелику Балабанову. Другой его знаменитой соратницей становится Маргарита Сарфатти, дочь богатого еврейского торговца, которая оставалась близка к Дучче вплоть до 1938 года и немало помогла его восхождению. По мнению биографов Муссолини, именно она превратила его из социалиста в убежденного националиста. Удивительно, но таким образом одной из создательниц фашизма стала еврейка. И в будущем Гитлер припомнит этот факт Муссолини. Дучче придется после 1938 года выслать Маргариту во Францию, откуда она уехала в Южную Америку, и уже после войны вернулась в Италию. Вообще, на раннем этапе Муссолини явно не был расистом и антисемитом. Националистом – да, но не расистом. Позднее, скорее в угоду Гитлеру и нацистам он примет в стране расовые законы и будет говорить, что, мол, давно был расистом. Но на самом деле Муссолини до поры до времени спокойно сотрудничал с евреями, даже в его движении чернорубашечников, о котором разговор впереди, было немало представителей этой национальности. С началом Первой мировой войны активность Муссолини, естественно, только возрастает. Понять его позицию при этом довольно сложно. Он, с одной стороны, часто восклицает «долой войну», такова установка его социалистической партии. С другой стороны, Муссолини затем категорически возражает против нейтралитета Италии. Он предлагает поддержать Францию и Англию в борьбе с Германией. И это противоречие, в конце концов, заставляет его рассориться с социалистами и покинуть пост редактора Аванти. Он создает свою газету «Народ Италии» на деньги баллонского издателя Филиппо Нальди. В этой газете Муссолини уже откровенно призывает Италию вступить в войну. Недавние товарищи по социалистической партии с негодованием критикуют Муссолини, называя его «Иудой». И спустя 12 лет после того, как Муссолини вступил в партию, его из нее исключают. В первые месяцы Первой мировой войны Италия маневрировала между двумя сторонами, не вступая в эту битву народов. Немцы и австрийцы предлагали итальянцам в случае победы одни территории, а союзники другие. Каждый пытался склонить Италию на свою сторону. Шел такой торг. Итальянцы вели переговоры с обеими сторонами, сохраняя нейтралитет, но в итоге выбрали Антанту. В 1915 году Италия вступила в войну против Австрии на стороне Великобритании, России и Франции. Кстати говоря, мир с Германией Италия сохраняла еще год, до 1916-го. Страна при этом бурлит. В ней проходят мощные демонстрации милитаристов, в которых воинственный дучи играет одну из главных ролей. И это уже настолько мощная сила, что нейтралистски настроенный парламент вынужден под давлением уличных манифестаций поддержать вступление в войну. Нейтральные страны не управляют событиями, они подчиняются им, утверждает Муссолини. Самого 32-летнего Муссолини тоже призывают в армию. И Муссолини не уклоняется. Он не избегает отправки на передовую. Он воюет вместе с другими и воюет, по воспоминаниям, довольно смело. В феврале 1917-го года на фронте он получает тяжелое ранение ноги. Правда, не от вражеской пули или снаряда, а от собственного снаряда. При пристрелке миномета снаряд разрывается в стволе. Ему делают несколько операций, спасает ногу, но до конца жизни Муссолини будет носить специальную ортопедическую обувь. В свою редакцию он возвращается таким героем-фронтовиком на костылях из самого пекла войны. Муссолини пылает ненавистью к пацифистам, которыми считает прежде всего бывших товарищей социалистов. Пока, мол, они отсиживаются в комфорте мирной жизни, такие, как он, воюют за свою родину. И все больше проявляет себя как националист. Он выступает против наделения гражданскими правами национальных меньшинств Италии. По его мнению, они не имели национальной чести и самосознания. Он вспоминает древних римлян, в речах регулярно спекулирует именами павших героев, то есть прибегает к такой традиционной националистической риторике. К концу войны Муссолини 35 лет. Он опытный журналист, известный фронтовик. В стране происходит при этом нечто, напоминающее такую медленную социалистическую революцию. Быстро растут профсоюзы. На заводах происходят стачки. Рабочие берут власть над некоторыми предприятиями. В ответ в Милане Муссолини, окончательно отмежевавшись от социалистов, проводят собрания своих сторонников. Ветеранов войны, националистов, футуристов, они объединяются в партию «Итальянский союз борьбы». Фаши итальяне де комбатименто. Образованы первые группы революционного действия. Фаши. От них и происходит производное новое слово «фашизм». Принимается программа расширения избирательных прав для женщин и для молодых людей, установление высокого минимального размера оплаты труда, реформа пенсионной системы, прогрессивный налог и так далее. Некоторые пункты программы заимствованы у социалистов, другие, напротив, выгодны собственникам. При этом Муссолини убеждает своих соратников. Они создают не просто политическое движение, они готовятся строить новую цивилизацию. Итальянское слово «фашо», «союз», «лига» происходит от латинского «фасцис», «прутья» или «росги». В Древнем Риме пучки прутьев, фасциев, с собой носили ликторы, почетные стражники. Магистрат, орден городской власти, мог приказать высечь любого, для чего и применялся пучок росг. Таким образом, этот пучок стал как бы символом власти и насилия, которым эта власть себя проявляет. В военное время, в Древнем Риме, к пучку вроде как добавляли топор, потому что полномочия ликторов расширялись вплоть до смертной казни. И позднее в Геральдике вот эти вот фасции с топором символизировали государственное и национальное единство, правосудие, защиту государственности и так далее. Фашисты взяли этот символ на вооружение. Хотя он присутствовал и до сих пор присутствует на многих гербах и эмблемах, начиная от печати Сената США до эмблемы Российской службы исполнения наказаний или службы судебных приставов. Или, например, фасции есть на решетке Александровского сада в Москве. Порываясь в социалистическом прошлом, Муссолини активно знакомится с представителями буржуазии, крупными собственниками, с аристократами. Он уже не защитник бедняков. Он политик, который готов объединять самых разных людей. Не стоит думать, что в фашисты записываются какие-то там головорезы или одни только головорезы. Нет. Например, члены первого фаши в Тревизо такие. Председатель торговой палаты, президент общества Данте Олегьери, мировой судья, начальник телеграфа, два средней руки промышленника и так далее. Фашизм в то время в Италии – это модное, популярное движение, иметь к нему отношение даже престижно. На 70% движение Муссолини финансируется промышленными и финансовыми организациями. Фашистам симпатизируют ветераны войны, мелкие и крупные собственники, полицейские и чиновники на местах. На всякий случай напомню, что еще не было ни Второй мировой войны, ни нацистов, ни концлагерей, ни холокоста. Так что условно фашизм пока не сложилось той репутацией, которая есть сейчас. Это просто такое актуальное политическое течение за все хорошее, за сильную Италию, за крепкую и брутальную власть. На что опирался ранний фашизм? Во многом на итальянский рассентимент, на обиду в отношении других европейских стран. По итогам Версальского мирного договора Италия не получила того, что ей обещали. А ведь формально она была страной-победительницей. Италии достались всего 10% выплаченных репараций, а в 22-м году Соединенные Штаты еще и потребовали от союзников вернуть долги с процентами. Все это залило итальянцев. Уже позднее, анализируя фашизм как явление, распространившееся далеко за пределы Италии, исследователи начнут описывать его характеристики. Это и национализм, и авторитарный этотизм, то есть стремление государства вмешиваться во все. Корпоративизм, то есть взгляд на общество не как на массу людей, не как на совокупность людей, а как на совокупность неких социальных групп. Милитаризм, насилие, антилиберализм, антикоммунизм и так далее. Несмотря на определенную популярность в Италии, фашисты проиграли свои первые парламентские выборы 16 ноября 1919 года. Газета «Аванти», которую некогда возглавлял Муссолини, злорадствовала. Сегодня утром в городском канале был выужен случайными людьми труп, находящийся в стадии сильного разложения. Похоже, это труп Бенита Муссолини. По улицам ходили веселые факельные шествия с чучелом Муссолини. И Муссолини, по воспоминаниям его близких, был в шаге от того, чтобы бросить журналистику, политику и заняться чем-то другим. Ну или, по крайней мере, так говорил. Он вообще любил актерствовать. Однако, немного отдохнув в роскошном венецианском отеле, он берет себя в руки и готовится к новым действиям. В чем заключалась идеология Муссолини? Он мечтал о строительстве новой империи. А для этого требовались новые люди. Итальянцев он считал слишком легкомысленными, но надеялся, что война сможет воспитать в них воинственный дух. Лишения, страх и голод только укрепят народ, искренне считал Муссолини. Страшная война должна встряхнуть Италию, очистить ее от буржуазной мишуры. Он называл фашизм величественной лабораторией, в которой рождается новая культура, новый способ мышления и новый человек, воитель, способный за идею пожертвовать жизнью. Все это, разумеется, возможно только при безусловном подчинении вождю. И радость подчинения воле этого вождя должна была стать главной радостью жизни. Недовольных Муссолини не планировал уничтожать, он собирался высылать их на далекие острова Средиземного моря, откуда они не мешали бы им устроить свою империю. Вскоре у партии появляются свои боевые отряды, сквадры или чернорубашечники. Сначала они действовали как охрана Муссолини и редакции газеты, но потом перешли к избиениям оппонентов, поджогам редакций, к разгромам клубов социалистов. Чернорубашечники практиковали даже временные захваты целых городов. Их фирменный жест насильно поить касторкой своих соперников, чтобы пострадавшие вызывали у толпы не сочувствие, а усмешки. Оружием сквадристов были манганелла, такие тяжелые деревянные дубинки, а боевой клич это крик древних греков, а-ла-ла. Своё видение будущего устройства мира Муссолини собирался описать в книге Европа 2000, которую, правда, так и не написал. Но его идеи известны, он немало об этом рассказывал. Италия должна была стать полноценной Европейской империей с крупными колониями в Африке и значительно расширившейся территорией. К концу века, считал Муссолини, мир будет поделен между Германией, СССР, Японией и Италией. США при этом он пренебрежительно называл страной негров и евреев. В 1921 году набравший популярность Муссолини, наконец, проходит в парламент и становится депутатом. Формально фашисты получают лишь два мандата из 535, но Муссолини также проводит более 30 своих сторонников по спискам других партий. И те сразу показывают силу. На первой же парламентской сессии они силой вышвыривают из зала коммуниста Франческо Мизиано. К тому времени боевые отряды Муссолини насчитывают уже под 300 тысяч человек. Итальянский союз борьбы преобразовывается в национальную фашистскую партию. Ее девиз – верить, повиноваться, сражаться. Муссолини организует партию по образу римских легионов, придумывает ей униформу и структуру. Слава Муссолини растет. Он популярный и яркий оратор. Он завораживает толпу. Он жестикулирует, играет, подкрепляет слова мимикой и жестами. И на фоне откровенно слабого правительства такой вождь притягивает людей. Тем более, что многих пугает угроза большевизма. Ведь всего пару лет назад в России произошел большевистский переворот. В Европу хлынул поток иммигрантов, все это видят, все это обсуждают. И думаю, а может ли такое повториться в Италии? И итальянские крестьяне не хотят, чтобы их раскулачили. И итальянские фабриканты не хотят, чтобы у них отняли фабрики. И при этом кажется, что на самом деле все к этому и идет. Потому что страну сотрясают забастовки и стачки, с которыми власть не может справиться. А фашисты говорят, мы справимся. И Муссолини требует у правительства пять министерских портфелей. Имея, между прочим, всего 35 мест в парламенте из 530. Параллельно, помня слова Паретто о том, что никто не отдает власть добровольно. И что власть всегда берет меньшинство. Муссолини планирует марш на Рим. По сути, вооруженное восстание. Друзья, я бы хотел поблагодарить тех людей, которые поддерживают этот канал подписками на Патреоне. Их имена вы сейчас видите на экране. Если вы хотите поддержать меня как автора, ссылки есть в описании этого ролика. Можно отправить как разовый донат, так и оформить постоянное пожертвование на Патреоне. В ночь с 27 на 28 октября одновременно в Милане, Кремоне и Феррари фашистские сквадры занимают телефонные станции и правительственные учреждения. Премьер Луиджи Факта обращается к королю с просьбой ввести военное положение. Но Виктор Эммануил Третий боится это делать. Он боится обострять ситуацию. Он понимает, что фашистам многие симпатизируют. Многие промышленники, многие аристократы, крестьянство. Тем не менее, армия дает отпор погромщикам. И Муссолини вроде бы даже собираются арестовать. Но фашисты ведут переговоры с префектом Милана и убеждают того не выполнять приказ, обещая ему взамен место в правительстве. А 28 октября Муссолини звонят из Рима. И от имени короля просят депутата Муссолини срочно прибыть в столицу. Зачем? Чтобы возглавить Министерство внутренних дел. И казалось бы, это победа. Но Муссолини, к удивлению своих соратников, отвергает это предложение. Нужно больше, говорит он. Мы не ради этого начинали революцию. Он выжидает еще сутки. И 29 октября король снова обращается к нему. Теперь уже с просьбой сформировать новое правительство Италии. Правительство целиком. И Муссолини требует, чтобы ему прислали официальную телеграмму. И только получив ее, едет в Рим. Таким образом, политик, не обладающий поддержкой большинства, однако имеющий личную харизму и контролирующий воинственные уличные отряды, становится главой итальянского правительства. 30 октября Муссолини предстал перед королем в одежде сквадриста, в черной рубашке. Он излагает свой план реформирования правительства и, получив от короля некоторые правки, утверждает состав кабинета. Чернорубашечники, съехавшиеся в Рим со всей страны, выходят на улицы города. Власть в руках Муссолини. Они ликуют. Он становится главой правительства, одновременно министром внутренних дел и министром иностранных дел. Другие фашисты получают ключевые государственные посты. Тем не менее, в правительство попадают и демократы, и социалисты, и Муссолини подчеркивает, он создал коалиционное правительство. Парламент, в котором большинство занимают либеральные демократические партии, под нажимом уличных протестов, по просьбе короля и из-за угроз самого Муссолини утверждает это правительство. Чуть позже, 15 декабря 1922 года, Муссолини создает еще и большой фашистский совет. По сути, главный партийный орган, параллельная властная структура. Он будет заседать каждый месяц, однако, по сути, станет лишь утверждать те решения, что принял Дуччи. Сквадры переименовываются в добровольную милицию, которая подчиняется лично премьеру. Муссолини устроил резиденцию в палаце Венеция, в самом центре Рима. Он выходил на балкон, чтобы пообщаться с толпой и обращался к людям. Черные рубашки, жители Рима. Он талантливо актерствует, бросает короткие фразы, жестикулирует, все как он любит. И так начинается более чем 20-летняя эпоха итальянского фашизма. В следующем ролике я расскажу, как Муссолини из премьер-министра стал настоящим диктатором. Как была устроена жизнь в фашистской Италии, как итальянский Дуччо сошелся с Адольфом Гитлером и во что превратилась Италия к началу Второй мировой войны. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк. Спасибо вам за ваше внимание. Пока.